Мадам, примите мой комплимент. Игорь Павлович, у нас вообще-то программа. Всем привет! В эфире программа «Бумеранг Кунэйс». И мы ее ведущие. Игорь Прусов и Анна Ковалева. И мы начинаем! Я, конечно, понимаю, что любовь слепа. Ну не глуха же! Так, ребята, уже лучше послушайте, как играет настоящий профессионал. Кстати, сюжет сделал один мой очень хороший знакомый. Смотрим. Прямо сейчас для «Орлят» выступает один из лучших гитаристов страны Виктор Зинчук. Помимо собственной музыки исполнителя, ребята услышат аранжировки классических произведений. Поддержать юных волонтеров. Вот главная цель приезда известного музыканта во Всероссийский детский центр «Орленок». Фестиваль с названием «Под флагом доброй воли» идет в лагере «Дозорный». Своим мастерством виртуоз делится с большим удовольствием. Любой инструмент подвластен мастеру. Любые виды, размеры и способы. Без разницы. Акустическая. Или электрогитара. Большой концерт абсолютно бесплатный. Виктор делает это без каких-либо корыстных целей. Просто он очень любит детей и восхищается нашим поколением. Здесь самые лучшие человеческие идеалы. Здесь лучшие собираются. Я знаю, что очень многие волонтеры из Тобольска, из других городов, те, которые участвуют в нашей акции «Под флагом добра». Да вообще, просто смотришь на мальчишек, на девчонок, у всех глаза другие. Это очень здорово. И некоторые иногда говорят, вот сейчас поколение растет. Да великолепное поколение растет. Вы лучшие. Самое необычное выступление с особым приспособлением, меняющим звук гитары. Называется «Капподастер». Именно с ним музыкант исполняет произведение собственного сочинения. По словам Виктора Зинчука, оно имеет средневековые мотивы и повествует о бедном мальчике. В течение концерта ребята тоже делятся своим творчеством. Возле сцены развернулась мастерская, где юные художники переносили свои эмоции от игры гитариста на холст. Готовые работы ребята подарили музыканту. Мы рисовали картину, чтобы показать движение и ритм музыки, как мы его видим. Концерт музыкантов поддержку движения под флагом доброй воли окрыляет юных волонтеров. Показывают, что эта работа важна. Ее поддерживают как знаменитости, так и простые школьники. Константин Тороп, Чермен Салагов, Дмитрий Захаров. Умеранг Унейр. Привет! Меня зовут Энн. Я из Иваново. Иваново, Сити. Чего? Ты говоришь в английском? Ну, Ань, ну что ты обзываешься? Да, видимо, за лето ты совсем все забыл. Слава богу, мои подружки с креативной рубрики приготовили сюжет про иностранные языки. Смотри и вспоминай. В орленке говорят на разных языках. Давайте узнаем, на каких же языках говорят орлята. Привет! Hello! Salam! Ni hao! Bonjour! Как тебя зовут? Jak taba zbat? Wie heißt du? Karasunam? Sini isi minichik? Давай дружить! Last and zion from design? Siusami! Ede du slasheik? Сегодня отличная погода. Good weather today. Good weather now. Bugün is a lot of weather. Today is good weather. Сегодня добрая погода. Пойдем купаться. Go to swim. Ades suqaynerga. Lass uns swimming gear. Hорошего дня. Buon jene. Dobrого дня. Unishliken. Good day. Орлята знают много языков. Но самый главный – это язык дружбы, который здесь понимает каждый. Слушай, а кто тебе из исполнителей нравится? Ну, мне нравится группа кино. Нет, ну, а из девушек? Ну, Оля Серябкина. Ммм, хорошо. Ну, а ты иди к своей Оле Серябкиной, а я к Робинзонам пошла. Ты куда? Музыка. 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 Группа была основана в 1986 году. Основатель группы Сергей Анатольевич Глухих. Идея была такая, что нужно было создать детскую группу, чтобы она показывала свое творчество. Есть такое произведение «Робинзон Крузо». Так он все время был в кругосветном путешествии. Ну и как мы все время гастролируем по всей России, ну и прошлых составов ездили во Францию. Дороги, больше всего сплочаемся. Мы были в Париже. У нас должны были быть недавно гастроли в Германии. Мы ездим по разным странам, выступаем, что мы отдаем большие сольные концерты. Сначала мы выносим аппарат, ставим его, проверяем, чтобы все шнуры работали, настраиваем и уже репетируем. Ну, я думаю, что наша изюминка, то, что мы все время находимся с другим 24 на 7. Да ни в чем. Обычная группа и все. Да нет, группа, группа. Энергия, характер. Мы почти постоянно все вместе, все дружим и каждый день встречаемся. Для меня безумно – это друзья, песни и большие концерты. Друзья, музыка и путешествия. Сначала это семья, а потом это музыка. Музыка, семья, жизнь. Музыка – это мое все. Это моя жизнь, это моя вторая семья. Это любовь и это счастье. Жизнь. Все, я могу трудно сказать. Мы уважаем друг друга, поэтому мы зовемся Робинзонами и как семьями. Музыка, вместо распячья, Глино и нахета, Слава стрелкам, Зайкую работу, В диванхляпы, В мельную свободу. Не то, не то. Ань, ты очки у себя в комнате забыла. Ой, А в сумочке нет твоего мнения. А что же там тогда есть? Всем кискам пис. Меня зовут Даша. И в этот прекрасный день мы с вами узнаем, что же лежит в сумке у моей мамы Васильевой Натальи Владимировны, директора форума «Пумеранг». Пойдемте же скорее. Мама, ответь, пожалуйста, на вопрос. Мам, пожалуйста, у меня рубрика. Даша, я по телефону разговариваю. У меня рубрика, мам, пожалуйста. Что? Мне нужно узнать, что в твоей сумке. Телефон. Кошелек. Кошелек у директора «Бумеранга» большой. Я не сомневалась. Всякие косметички, где находятся... А это что, мои духи? Ну, я иногда пользуюсь. А еще здесь находятся разные штучки, которые нужны директору форума. Еще находятся разные программки, списки, договора. Еще есть мой ноутбук. Который потом станет моим? Может быть. Это Владимир Александрович мне подарил. С Микки Маусом. Очень удобный. Ну и... Очки. Последнее, что есть в моей сумке. А, еще не сказал. Еще есть зарядка для телефона. Ой, какая хорошая. А она мне ее потом отдашь? У тебя есть своя. Еще есть мышка. Все. И все? Все кончилось. Как все интересно. Спасибо вам большое. Ты вообще поел? Конечно поел. Но давай потом, потом. У меня программа. Ань, у меня есть два билета. В театр? В зоопарк. У меня и так каждый день, как в мире животных. То вот ты на дерево залезешь. Тише, тише, тише. Тише, тише. В мире животных будет прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о таких необычных птицах, как орлята. В нашей студии опытный орнитолог Данил Новиков. Здравствуйте. Данил, расскажите нам, пожалуйста, об этих чудесных созданиях. А, здравствуйте. Это на самом деле удивительные существа. Я могу говорить о них часами напролет. Особенно об орлятах звездных. Сейчас у них очень важный период в жизни. Конечно, все орлята по-своему прекрасны. Однако ученые все же выделяют два основных типа. Сегодня в нашей студии новичок обыкновенный. В начале смены они ведут себя особенно забавно. Они вращают глазами и совершают множество лишних телодвижений. Кроме того, новички обыкновенные совершенно не приспособлены к окружающей среде. Поэтому им очень важна помощь орнитологов со стажем. Второй тип. Орленок возвращающийся. Такие особи обычно ходят группами с самого начала смены. Их шутки понятны только представителям их же вида. Но это абсолютно нормально. Если вдруг орленок услышит от новичка обыкновенного, что он приехал на бумеранг отдохнуть, он может внезапно рассмеяться или даже заплакать. Сегодня мы познакомились с удивительными птицами. Орлятами. Пусть они и разные, но они все равно вместе. Давайте же оберегать этих существ, чтобы с каждым годом их становилось все больше и больше. До скорой встречи и всего вам самого доброго. На бумеранге столько знаменитостей собралось, а я не успеваю со всеми сфотографироваться. Вот ты когда-то приехала фотографироваться. Как же пообщаться с ними, узнать что-то новое, опыта набраться. А в этом тебе поможет рубрика «Звездный гость». Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Рада вас видеть. Спасибо, взаимно. Предлагаю начать наше интервью с короткого блиц-опроса. Как скажете, только за. Съемки в рекламе или кино? Кино. Закончите фразу. Лучшее качество человека – это? Пунктуальность. Придумайте рекламный слоган про нашу рубрику. Буквально в двух предложениях. Смотрите нашу рубрику. Тут только правда. Спасибо большое. Вы уложились. Есть, я успел. Уже с трех лет вы проявляли артистические качества. Родители это заметили, но почему же отправили именно в модельную студию? В три года я проявлял такие же артистические качества, как и все дети, да, то есть, ну, активные дети, по крайней мере. Я любил играть, я любил улыбаться, наслаждаться жизнью, но родители в первую очередь заметили другое качество, что когда я был маленький, у меня были огромные-огромные глаза. И кто-то подсказал моим родителям, типа, мальчику с такой внешностью нужно идти в модельное. И так случайно получилось, что я начал принимать участие в съемках, как раз-таки благодаря именно модельному агентству, окончанию модельной школы, потому что туда приходили непосредственные заказчики, отобрали меня на первую рекламу, на вторую, на третью, на пятую, на десятую, а в шесть лет из рекламы уже началось кино. Поэтому я рад, что все сложилось именно так, и что мы начали с модельного агентства. Первые съемки в кино состоялись, когда вам было шесть лет. В картине Краснопольского «Подари мне жизнь». Какие были у вас ощущения? Актерскую игру часто сравнивают с играми, в которые мы играли в детстве. То есть вера в предлагаемые обстоятельства – это те же детские дочки-матери, «давай ты будешь мамой, я буду папой» и так далее. Для меня это была абсолютная игра. Мне сказали, а давай ты сделаешь вид, что ты там нехорошо себя чувствуешь, а вот тетенька, которая Оксана Бабенко, сделает вид, что она будет о тебе заботиться. Я такой, а давайте? И такой сразу все – болен, 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 болен. И для меня это было не больше, чем игра. И только потом уже со временем появлялось какое-то осознание того, что все-таки это профессия, что это серьезное дело, и что к этому нужно подходить немножко иначе. В будущем мне бы хотелось поступить на актерский факультет. И одно из лучших игр для тренинга, я считаю, «Крокодил». Давайте сыграем. Давайте. Так, давайте, вы первый. Давайте. То есть я вам сейчас буду загадывать слово, правильно? Вы будете показывать, а я буду отгадывать. Кролик. Суслик. Мышка, мышка, мышка. Мышонок. Да, есть. Теперь вы мне, да, загадываете? Ага. Розовый. Фламинго. Да, правильно. Здорово, спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо. Наша программа подошла к концу. А давай, может быть, оригинально попрощаемся? Понятно. Раз идей никаких нет, тогда по классике. Это как? Всем пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok